Уважаемые друзья, уважаемая пресса, другого выхода не остаётся, как непосредственно поработать с вами, вам донести реальную информацию по делу о кемперабадских событиях. На сегодняшний день нарушение законов со стороны ГСУ идёт масса, чтобы эту массу, все нарушения, которые мы говорим адвокаты и подаём ходатайство, заявления, жалобы, ГСУ, она отметается полностью. Почему она отметается? Потому что все прекрасно понимают, в республике, можно сказать, каждый второй гражданин прекрасно понимает, что дело по кемперабадским событиям это чисто политически ангажированное дело. В материалах дела, в материалах дела полностью нету состава преступления, это мы все здесь адвокаты заявляем, что в материалах дела по кемперабадским событиям в отношении тех лиц, которые сегодня находятся в застенках и также те, которые освобождены, нету состава преступления абсолютно. Не может следователь, прокурор быть умнее нас, адвокатов, которых прошли эту систему юриспруденции от начала до, от А до Я. Поэтому мы больше, наверное, знаем трактование закона. И нарушения, которые на сегодняшний день существуют, есть, мы не можем донести до руководства, не можем донести до руководства самого МВД и следственных органов с просьбой не нарушать законы. Не нарушать законы. Почему? Потому что следствие выполняет политический заказ. В связи с чем на сегодняшний день сейчас мои коллеги полностью каждый по каждому пункту ответят, где были какие нарушения. И пользуясь вашими услугами, услугами прессы, хотим донести до народа, до главы нашего государства, до главы нашего комитета госбезопасности, который все-таки, думаю, посмотрят и дадут. И также мы хотим донести до генерального прокурора господина Курманкова, доктора Ильича, который должен, обязан надзирать за законностью применения уголовного процессуального законодательства и уголовного законодательства. Поэтому мои коллеги сейчас полностью, каждый остановится на своем пути. Кто начинает тогда? В ходе досудебного разбирательства и теперь уже по окончании дела мы можем смело констатировать тот факт, что в деле сплошь и рядом нарушаются права не только обвиняемых, но теперь уже и адвокатов. Поскольку сейчас объявлено окончание следствия, тем не менее материалы для ознакомления адвокатам предоставляются не в полном объеме, что является нарушением статьи 53 пункта 9 уголовного процессуального законодательства, где четко отмечены требования этой статьи. И есть права адвоката, которые говорят о том, что адвокат имеет право знакомиться со всеми материалами дела и снимать с них копии. Копии нам не разрешают снимать, со всеми материалами дела мы ознакомиться не можем. И считаю, что это не что иное, как ограничение наших прав, а иначе говоря, это не что иное, как воспрепятствование адвокатской деятельности. Я тогда, уважаемые коллеги, продолжу. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех представителей средств массовой информации, общественных организаций, политических движений, а также международных организаций, которые присутствуют в этом зале, за то, что вы сегодня пришли. И я надеюсь, что вы осветите полно, открыто, объективно то, что у нас назрело на сегодняшний день. То, что мы хотим сказать и донести, как сказали уже мои коллеги, до представителей надзорных органов, до представителей государственных органов, чтобы эти нарушения в дальнейшем, в ходе рассмотрения судебных заседаний этого дела, чтобы эти нарушения не имели больше места, чтобы они были полностью исчерпаны. Я хотел бы еще, уважаемые коллеги и уважаемые представители средств массовой информации, еще заявить о том, что мы здесь собрались не для того, чтобы выдвигать какие-то политические лозунги. Мы говорим о том, что сегодня нарушены права человека, который гарантирован непосредственно Конституцией Хыргызской Республики, также международными договорами, участниками которых является Хыргызская Республика. Поэтому мы хотим обратить в том числе внимание мировых организаций, общественных организаций, политических организаций и других международных организаций по правам человека на то, что на сегодняшний день по этому делу нарушаются, грубо нарушаются права наших подзащитных. Дело в том, что, как уже моя коллега сказала, мы сегодня из всех 50 томов уголовного дела, из-за того мы вынуждены все это 50 томов выписывать, все материалы дела в ручном режиме, то есть выписывать на тетради. Хотя Уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что мы имеем право снимать с них копии. Кроме того, на сегодняшний день следствие изначально нам при ознакомлении, объявлении об окончании следствия и представлении материалов для ознакомления нам представили копии материалов дела, не оригиналы. И только после того, как мы непосредственно заявили ходатай о том, чтобы нам представили сами оригиналы, только после этого они уже начали представлять нам оригиналы. Более того, уважаемые представители средств информации, на сегодняшний день не все материалы уголовного дела нам о ней представляют, то есть следствие. И хотелось бы сказать, что до объявления об окончании следствия имели место более десятка судебных решений, которые были вынесены по нашим заявлениям, жалобам на неправомерные действия, на действия бездействия следователей Генеральной прокуратуры и которые были судами удовлетворены. Однако на момент ознакомления с материалом дела ни одно судебное решение не было исполнено. И поэтому, уважаемые представители средств информации, я хочу для вас довести, что мы обратились в Первомайский районный суд, Верховный суд Харьковской Республики на то, чтобы они в конце концов осуществили судебный контроль, который предусмотрен в их функционале, который предусмотрен непосредственно в самой Конституции Харьковской Республики, статья 101. Кроме того, уважаемые представители средств массовой информации, я хотел бы еще вам сказать, что да, мы готовы идти на встречу со следствием, решать процессуальные моменты, чтобы не растягивать время для ознакомления. Однако до сегодняшнего дня, несмотря на наши неоднократные ходатайства, нет графика. Мы приходим порой, все адвокаты, которые свободны в определенное время, приходим, и порой нам не хватает кабинетов, чтобы ознакомиться. Не хватает рабочих мест, чтобы мы могли ознакомиться. Соответственно, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает составление графика, когда есть большое количество обвиняемых, защитников, а также, когда имеется большое количество томов уголовного дела. Однако из-за отсутствия графика мы вынуждены ждать, пока другие ознакомятся. Это, естественно, лишает нас возможности пользоваться своим личным временем. Поэтому хотелось бы, чтобы то, что у нас наболело, чтобы оно было услышано, в конце концов, надзорным органом. В ходе судебных заседаний, которые рассматривались в Первомайском районе судом, мы неоднократно обращались к представителю генеральной прокуратуры, чтобы он каким-то образом, может быть, услышит и организует встречу с начальниками управления отделов, либо курирующим, завестителем генеральной прокурора, чтобы мы могли вот так сесть за стол переговоров и объяснить, что же нас волнует, почему, что мы хотим, почему права наших подзащитных нарушаются. Однако до сегодняшнего дня ни одного положительного действия в нашу сторону не было сделано. И поэтому сегодня, уважаемые представители СМИ, мы вынуждены просто выйти перед вами и пытаться донести до власти, до надзорных органов о том, что сегодня очень грубо нарушаются права человека, попираются эти права человека, которые непосредственно предусматривают не только в уголовном процессе, но и в Конституции. Здравствуйте, уважаемые представители СМИ. Я коротко скажу, мои предыдущие коллеги сказали, что поделы очень много нарушений. Я бы вообще сказал, не то, что очень много, вообще лупыка, у меня такое ощущение, они даже никто не открывает лупыка и не знает, чем они руководствуются. Вот смотрите, у нас, когда вот это уголовное дело взяли за секретник, гриф секретно поставили на все уголовное дело. Это само по себе уже априори не может быть все уголовное дело секретным. Это есть решение Конституционного суда. Мы обратились в суд, и тогда суд встал на нашу сторону. У нас есть решение Первомайского района суда 2 марта, что суд должен разграничить секретные и несекретные материалы. Кроме того, по моей жалобе, тоже городской суд 14 марта 2023 года тоже принял решение, которым обязал руководитель следственной группы Джатвекова определить и обособить сведения, содержащие государственные секреты, несекретных материалов. В данном случае, вот сейчас, когда мой коллега сказал, мы когда уже после окончания всего уголовного дела, мы имеем право, согласно УПК, знакомиться со всеми материалами дела и делать с них копии. Из-за того, что этого разграничения нет, вот нам сейчас даже не дают ни одной копии делать, хотя решение суда есть, разграничить их, где секретные не будем снимать. Да, ничего этого сделано не было. Кроме того, я 15 мая дал это холодатайство, дайте мне вот эту вот стенограмму, вот этой вот встречи в Кассо Италии 22 октября прошлого года, когда был это, и сам диск дайте мне, потому что ни диск, ни сама стенограмма не являются секретным материалом. Это вот встреча, когда проходила вот эти вот члены группы по кемперу Абаду. 15-го числа я дал, до сих пор мне не дали ни диска, ни этого, мне просто отказали. Я 30-го еще раз, вчера я еще раз дал, когда сказал, что это нарушение, потому что согласно статисту 24 УПК Горбинской республики, холодатайство исполняется непосредственно после заявлений. В исключительных случаях оно исполняется в течение трех суток. Вот, пожалуйста, с 15 мая, сегодня уже 31 мая, 16 дней не исполняет. Поэтому я вчера еще раз сказал, если так будет продолжаться, мы будем вынуждены подать суд именно непосредственно на следовательную, другой на следственной группе, потому что в его действиях усматривается состав преступления, неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Так что мы просто будем вынуждены, поэтому мы и вот собрали, и обращаемся к вам, и через вас, чтобы руководство все-таки подумало, что идут грубейшие-грубейшие нарушения законности по данному делу. Спасибо. Я продолжу и хотела бы отметить, что непосредственно мы в Генеральную прокуратуру до обращения в суд на действия Джапекова по поводу засекречивания материалов обращались в Генеральную прокуратуру с заявлением о рассмотрении обоснованности и в соответствии с законом о государственных секретах провести проверку, насколько обоснованно наложило на все уголовное дело следствие гриф-секретности. И вот, как показала практика, на сегодняшний момент это несовершенство действующей системы контроля за законностью и обоснованностью засекречивания информации. Ну и, соответственно, возникают вопросы относительно соответствия информации, содержащихся в материалах уголовного дела, положением закона Кыргызской республики о защите государственных секретов Кыргызской республики и перечне главнейших сведений, составляющих государственную тайну, что выступает основанием для их засекречивания. В соответствии с названным законом, принцип обоснованности предполагает определение целесообразности засекречивания информации путем экспертной оценки в интересах государства. То есть, статья 8, упомянутая выше закона, она как раз таки и подразумевает, что прежде чем отнести информацию государственным секретам, необходимо провести экспертную оценку, а также установить, будет ли засекречивание информации отвечать интересам государства и граждан, а не только государству. И вот в этом моменте мы, в данный момент, мы никак не можем ни от кого не получить такую информацию, насколько обоснованно было засекречено материал уголовного дела. И изучая материал уголовного дела, я на сегодняшний момент не нашла никаких сведений, которые подлежат согласно перечню о государственных секретах, каких-либо сведений, содержащих государственную тайну. Относительно вопроса, уже здесь мои коллеги добавили, что непосредственно мы обращались и в Верховный суд. Я не буду, наверное, продолжать, я передам слово остальным. Здравствуйте, уважаемые участники пресс-конференции. Я бы хотела осветить вопрос по языку судопроизводства, который ведется в следствии. Учитывая то, что наши подзащитные некоторые не владеют достаточным объемом государственным языком, нами было подано ходатайство в следственную службу о переводе существенно имеющих значение для дела документов для ознакомления. Однако, следствием, до настоящего момента, хотя данные действия об отказе были обжалованы нами в Первомайский суд, следственному суду, который признал незаконными действия следователя и просил предоставить нам официальные материалы, имеющие значение для дела на официальном языке. Поэтому на сегодняшний день, учитывая, когда мы начали ознакомление с материалами дела, данные документы до сих пор, до настоящего момента, как бы представителям, как адвокатам, как и обвиняемым, не предоставлены. Хотелось бы здесь отметить, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом со статьей 21 предусматривается, что следственные органы, если есть необходимость, должны предоставить переводчика. Переводчики были предоставлены, но переводчики были предоставлены именно не обладающими, которые не обладают знаниями юридического языка. Соответственно, переводы были абсолютно некорректными. Следователи не провели данные переводы протокольно, не зафиксировали. А те материалы, которые будут преподноситься в качестве обвинения, доказательством, служить доказательством обвинения наших подзащитных, сейчас предоставлены для ознакомления на государственном языке. Поэтому мы считаем, что следствие при ознакомлении с материалами дела нарушает наши права на доступ полноценно ознакомиться с материалами дела. Поэтому, уважаемая пресс-служба, мы просим обратить внимание и опубликовать данные сведения о том, что действительно имеется нарушение, поскольку сама защита и самые обвиняемые не смогут в достаточном объеме и в полном объеме понимать, какие предъявлены им обвинения. И в той части именно на сегодняшний день экспертизы, по экспертизам, которые будут являться основанием для предъявления обвинения, предоставлены были на государственном языке. Сторона защиты, а также мой подзащитный обвиняем, мы считаем, что перевод тех непосредственно документов, которые будут вносить и будут предоставлены в качестве обоснования обвинения, следственные службы должны быть все-таки переведены. Потому что защита должна строить именно непосредственно на каждой точке запятой. Как вы знаете, что в юриспруденции каждая точка и запятая имеет значение. У нас в этой части требования к Генеральной прокуратуре, когда она будет утверждать обвинительный акт, поскольку на сегодняшний день уже проходит ознакомление со всеми материалами дела, именно обратить на это внимание. И если они обнаружат и установят о том, что не были исполнены постановления суда следственных судей об обжаловании действий бездействия руководителей следственной службы, то, соответственно, не утверждать данный обвинительный акт, а устранить, возвратить на устранение всех допущенных нарушений при проведении следствия досудебного производства. Я хотела бы немного еще добавить относительно выступления высших государственных должностных лиц. Относительно, как вот в парламенте недавно, в апреле, 6 апреля, если не ошибаюсь, генеральный прокурор публично заявил, что уголовное дело было возбуждено по насильственному захвату власти. На самом деле это не соответствует действительности. Уголовное дело было возбуждено по приготовлению к массовым беспорядкам. И тогда же на том же парламентском слушании заместитель министра внутренних дел также подтвердил слова прокурора. Это было трижды сказано. И после чего, через 14 дней, в отношении всех обвиняемых, проходящих по уголовному делу, уже на роде нареченной, как имперабадская, было перепредъявлено обвинение по двум статьям. Это как приготовление к массовым беспорядкам и к насильственному захвату государственной власти. И мало того, что также при встрече с кандидатами депутата по Ленинскому району, главой государства, также было озвучено о том, что были его суждения и обвинения всех обвиняемых, и там конкретно были названы фамилии и имена, о совершении особо тяжкого преступления. С нашей стороны, мы как адвокаты, я в том числе, я непосредственно, считаю, что это оказало давление на следствие, и по этой причине им было перепредъявлено очень тяжелая статья, тяжкая, особо тяжкая статья, по которому санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И по этой причине также хотелось бы попросить воздержаться от публичных таких высказываний, поскольку нарушается презумпция невиновности, это основополагающие принципы судопроизводства. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...